Здравствуйте, уважаемые зрители! Шахматы – это игра хитрых, коварных и вероломных людей. Иногда для победы в шахматах необходимо выманить соперника на себя, усыпить его бдительность. Именно так, похоже, действует Сергей Ковякин в Нью-Йоркском матче на первом стомире. Он создал такую видимость, что он во всех партиях играет на ничью и мечтает о том, чтобы счет был 6-6 после 12 поединков выйти на тайбрейк. И в какой-то момент, а этот момент произошел именно сейчас, во время восьмой партии, Магнус Карцен получил такое ощущение, что ему все позволено, что он может играть на победу, а соперник, соответственно, ничем не сможет ответить. И жестоко просчитался. То есть, в этой партии, конечно, мы увидели вот эту психологическую западню, в которую попал чемпион мира и потерпел довольно тяжелые поражения. Давайте я сейчас покажу вам на доске, как именно это происходило. Я, собственно, перед началом партии предполагал, что это будет долгая, серьезная битва, и предчувствия оправдались. Так, давайте смотрим. То, что Магнус перешел к ходу d2, d4, это абсолютно логично. Соперники действительно уже не могут ничего предъявить друг другу в испанской партии. Ну, а здесь, конечно, все поживее и поинтереснее. Ход e3 немножечко удивил, но лишь чуть-чуть. На самом деле, Магнус в последнее время часто делает ставку на такие спокойные игры с пешкой на e3. Ну, и затем можно поставить пешку на c4, и там получаются известные позиции. Ну, вот еще один сюрприз последовал на четвертом ходу, когда Магнус сыграл слон d3. Здесь это старинная система, когда белые до поры до времени придерживают пешку на c2. Известно вот с конца 19 века. Здесь, конечно, огромная теория. Но и Сергей оказался неплохо готов к этой игре. По хитрому ходу слон e7 уже стало понятно, что что-то у него за душой здесь есть. Но давайте я некоторые дебютные тонкости опущу. Уж очень много дальше есть интересных моментов. То есть, заметьте, что черные пока воздерживаются от развития коня на c6. В общем, здесь одна из идей заключалась в том, что слон на c6 выходит. И вот интересно, что Магнус сразу определяет положение в центре. Здесь одна из идей у белых заключается в том, что на ответное взятие пешкой они играют c4. Ну и потом где-то при случае получаются либо висячие пешки у черных, либо просто изолированная пешка на c5. То есть, с практической точки зрения, это достаточно удобная и комфортная ситуация для белых. Но Сергей довольно быстро ответил слон бью c5. И стало ясно, что он намерен играть партию без пешечных слабостей. Пусть даже и без какой-то борьбы за превосходство в центре. Итак, соперники дальше достаточно культурно развили фигуры. И ход c4 как раз знаменует собой разгрузку, очередную разгрузку в центре. После чего структура практически становится симметричной. Но у белых есть все-таки право выступки. Они на полшага впереди. Здесь последовала новинка, размен на c4. Раньше здесь играли ферз е7. Ну и, собственно, через полтора хода соперники согласились на ничью. В партии Кольвейр, Алома Видал. 2014 год. Ну а Сергей сразу проясняет ситуацию. Разменялся на c4. Ферз е7. Я думаю, что здесь практически ничего нет у белых. Ну, разве что такой символический перевес. Ну, после хода а3, конечно, угрозу b4 Сергей не стал игнорировать. Сыграл а5. Ну, правда, после этого возникла какая-то перманентная, непрерывная тревога за пешку b6. Но, в общем-то, слон на c5 стоял на страже. Смотрим дальше. Конь d4. Вот обратите внимание, что белые начинают уводить фигуры с королевского фланга на фланг ферзевый. Вот это вскоре могло сказаться. Здесь определенные тонкости соперники, опять-таки, замели под ковер. Выставили ладьи по центру. Все идет так достаточно шаблонно. Конь d8. Вот это важный маневр. То есть черные фигуры, наоборот, в отличие от белых, стремятся к королевскому флангу. Это правильная стратегия. Ход f1, честно говоря, мне не понравился. Вот как здесь сыграл Картсон. Но это какой-то слишком уж заумный, хитрый ход. Ясное дело, что у него была какая-то в перспективе идея провести b4, но оно не получилось. А вот у черных, напротив, игра стала вполне понятной, конкретной. Слон f1, как будто бы укрепляя пункт g2. Я думаю, что и здесь можно было коня все-таки отправить на h4. Но Сергей сделал еще более концептуально важный ход, освобождая дорогу ферзю на g5. И здесь Магнус, честно говоря, первый раз в этой партии стал перегибать явно палку. Просто перегибать палку и чрезмерный риск в его действиях мы почувствовали уже после того, как он на 19 ходу сыграл конь b5. Ну, вы знаете, настолько явно и демонстративно отстранялся чемпион от королевского фланга. И здесь осталось непонятно. Вот я так и не понял, почему Сергей здесь не сыграл ферзю g5. Совершенно напрашивающийся ход. После чего, конечно, видно, что пункт g2 находится под угрозой. Черный конь стремится на h4. И угрозы черных действительно очень-очень серьезные. Например, если белые делают программный ход b4, то в этом случае самый жесткий путь... Кстати, здесь несколько путей выиграть. Но самый жесткий путь начинается с эффектного хода коня f4. Ну, понятное дело, что конь идет на h3, там, с быстрым матом. А на ef можно побить, конечно, ферзем на f4, но еще точнее ферзь h4. Вот так сыграть, нападая сразу и на h2, и на f2. И здесь защиты никакой нет. Ну, вот одна из возможностей здесь завершить партию вот таким вот эффектным матом. Вот что еще возможно было после ферзи g5? В принципе, самый аккуратный ход h3. Но после конь e5 здесь, например, размен-размен, возникает угроза вторжения на f3. Угроза настолько серьезная, что, может быть, белым придется уже где-то размениваться на e5. Ну и, соответственно, здесь черные получали преимущество двух слонов. И, как мне кажется, определенные шансы на выигрыш. В общем, этот момент абсолютно непонятный. Для меня Сергей сыграл слон c6. Я этот ход просто помечаю вопросительным знаком. Ход неправильный. Ход не туда. А4, вот теперь ферзь на g5 уже не идет, потому что... Ну, давайте покажу. Ферзь на g5 не идет, потому что белый конь заскакивает с вилкой. Как раз слон на c6 подставился. Ну, здесь началась неторопливая стадия партии, когда соперники разменивали все в центре. Я, с вашего позволения, некоторые моменты опущу. Ну, вот Магнус продолжил играть на победу. Вот очень интересное такое взятие на c4 пешкой. Потому что, конечно, напрашивалось взятие фигуры, после чего у белых такой микроскопический, совсем на микрон перевес, но, видимо, недостаточно для победы. А вот после bc стало интересно, потому что идея, знаете, в чем Магнуса, что размен на d4 как раз создаст белым довольно подвижную, сильную пару пешек. Например, вот представьте себе, что если бы здесь на ладья бьет c4, последовал слон c4. Ну, вот здесь можно было бы спокойно разменяться, и, например, тогда взятие на d4 пешкой, ну, привело бы, видимо, к изолятору, который был бы совершенно комфортным для черных. А вот после того, как последовало взятие пешкой, теперь размен на d4 для черных не выгоден. И это обстоятельство позволяет белым фактически захватить очень важную вертикаль d. Ну, Сергей здесь укреплялся, вот пришлось отступать ладьей. И, в общем, здесь, я думаю, что инициатива на стороне белых. Смотрим, как Магнус Карлсон ее развивал. Вот, кстати, важный момент, дорогие друзья, 27-й ход черный. Здесь у Ковякина было 15 минут на часах. 15 минут, это достаточно много, вот, но, вы знаете, половину времени Сергей отдал на этот ход h6. Именно этого времени ему потом не хватило в цветноте для того, чтобы посчитать пару важных вариантов. То есть, вот, несмотря на то, что Карякин выиграл эту партию, он молодец, он герой, замечательный, но я по ходу дела отмечаю его ошибки, которые, в общем-то, это реальность. Поэтому, здесь нельзя сказать, что один человек играл очень хорошо, другой плохо, один был идеалом, а другой, стало быть, наоборот. Нет, здесь соперники ошибались и тот, и другой. И главным зачинщиком всей драки был, конечно, чемпион мира. Вот ход f4, достаточно агрессивный, жесткий. С одной стороны сбивает коня из центра, с другой стороны, конечно, ослабляет пункт e3. Итак, конь d7, и белый конь идет через a7 на c6. Ну, что ж, достаточно сильная идея, при этом белый совершенно игнорирует слабость пешки на a4. Сергей пошел здесь по принципиальному продолжению. Конь c6, тут надо, конечно, уходить на f8. И вот здесь еще одно тонкое и сильное решение принял чемпион мира. Конечно, на его месте напрашивалось вот это взятие двойное на d7, но в этом случае черные получали достаточно серьезную компенсацию. Видите, здесь получается ладья и две пешки за две легкие фигуры. И с учетом того, что белый король не устроенный по жизни, у черных, наверное, прекрасные шансы как минимум на ничью. Но вот Магнус сделал очень сильное пару ходов. Он спрятал короля на h2. И после этого, собственно, стал развивать инициативу, не обращая внимания на то, что его пешку съели. Вот, пожалуй, это очень важный момент в партии. Здесь Магнус стал потихонечку допускать неточности. Я думаю, сильнейшим продолжением здесь было на движение пешек. Либо пешки e3 на e5, либо пешки g3, соответственно, на g5. Ну, вот давайте посмотрим, к примеру, e4. То есть мы хотим поставить пешку на e5. И здесь вот черным очень важно отправить коня именно на h5. Здесь размен на d7 уже привел бы к большому перевесу белых. Я там довольно длинный вариант рассчитал с победой белых, но не буду его приводить. Ну, коню на h7 совершенно делать нечего. А вот хоть конь h5 достаточно хорош, потому что видите, что ферзь еще по третьему ряду подключается к атаке. Но если белые сразу идут вперед, то тогда получается вечный шаг вот следующим образом. То есть отдаем на g3. И здесь угрожает мат в два хода. Ну, размен, видимо, вынужден. И конь e7. Вот теперь от угрозы ферзи 8 нет вроде бы защиты, но на помощь приходит вот этот самый вечный шаг. Вот. Еще после хода коня h5 есть какая идея? Что можно сыграть ферзь f2, ну и, собственно, довольствоваться тем обстоятельством, что этот конь на h5 находится в неудачном положении. Кстати, в том числе и где-то угрожает подрыв g4. Но здесь есть у черных контр-идей. Они ходом f6 начинают контр-игру. И, кстати, ладья оказывается неожиданно на месте. В общем, здесь была неясная и сложная позиция. А последовала, вместо вот этих всех набегов, последовала ладья d8. Вообще, в принципе, сама идея размена ладей не опасная для черных. g6, fd4, король g7. И вот, обратите внимание, я стрелочкой нарисовал такую связующую нить. Именно эту связующую нить и захотел прервать магнус Карлсон, но при этом просчитался. Здесь надо было... Давайте я эту стрелочку пока уберу. Надо было воспользоваться другим обстоятельством. Связкой коня f6. То есть в распоряжении белых имелся сильный маневр. Ладья d7. И теперь белая ладья оказывает давление как на пешку f7. А при случае она может пойти на a7 и, что называется, придержать. Придержать черную проходную, чтобы она далеко не ушла. Я думаю, что здесь компенсация у белых имелась серьезной. Например, fc5, ладья a7, взяли-взяли. Но вот видно, что у белых есть действительно такая серьезная доминация, серьезное давление. Конь на e5 может пойти. И, собственно, черная пешка никоим образом пока не могут пойти вперед. Вот. Вместо этого последовал ход c5. Это грубая ошибка. В общем, здесь понятное дело, что брать ферзем нельзя, потому что подвисает конь на a4. Но Сергей поступил правильно. Разменял опасную ладью. Взял конем. И вот эта идея за заведение ферзя на e7, она отражалась двумя способами. То есть, черному ферзю надо попасть на d7. Но как? Так, снова у меня хирус выползает. Извините. Итак, черному ферзю надо попасть на поле d7. Но вот как это делать? Через a4 или через d3? Вот угадывая этот момент, фактически угадывая, Сергей, ну, просто просчитался. У него не было времени. Ну, чуть-чуть, вот хотя бы минуточку, хотя бы минуточку, и он бы, конечно, сыграл бы ферзь a4. Вот это самое правильное продолжение. И здесь у белых вообще ничего нет. Так что просчет у Магнуса был достаточно серьезный. Но давайте пару вариантов. Первый, да, слон c6. Слон c6 предотвращает появление ферзя на d7. Но тут уж, как говорится, ты их в дверь, а не в окно. И здесь черные, конечно, не соглашаются на чью, а играют конь fd7. Такой укрепляющий, четкий ход. И если понадобится, например, на ферзь e7, черный ферзь через f5 защищает эту пешку. Вот. Смотрим дальше, что еще после ферзи a4 есть. Ну, раз не получается атака пункта f7, то можно было бы попробовать взять пешку на b6. Но вы знаете, одну-то пешку белые отыграют, а вторую вот никак. Теперь, если снова отправиться на этот вожделенный пункт e7, тогда на ферзь d7, конечно, ферзь b4 есть. Я думаю, что здесь магнус скорее ферзь a7 мог сыграть для того, чтобы, ну, как-то совмещать две задачи. И к пункту f7 присматриваться, и за пешкой a5 следит. Но здесь есть точный ход ферзь b5. Очень точный. С идеей потом продвигать пешку. Заодно, кстати, ферзь на b6 может отправиться. Вот смотрите, например, в варианте ферзь d4. Здесь как будто бы угрожает выпад на c6, но на самом деле черные могут игнорировать это дело. Слон c6 и ферзь b6. Вот очень точный ход, после чего, видите, конь на d8 подвисает, и происходит, скорее всего, размен ферзей. Ну, после чего отдаленная проходная должна решить исход партии в пользу черных. Вот так черные побеждали. Но последовал ферзь d3, и вы знаете, ну, здесь вот мгновенно сразу бросился в глаза этот удар на e6. То есть черный конь оказался перегружен всякими обязанностями, но защищать ферзя все-таки важнее. Поэтому после удара на e6 пришлось брать пешкой. Ну, и, соответственно, белый ферзь забрался вот на что называется в черный огород. И здесь белые получили хорошую контр-игру. e4, очень важный ход. Теперь пешка на g6 остается без защиты. И здесь Сергей ходил по краю. На самом деле, по лезвию ножа. Потому что, если бы он здесь сгоряча, например, продвинул бы пешку на a3, на самом деле здесь вовсе не вечный шаг. Потому что белые играют на победу. Они продвигают пешку на f5 и начинают охотиться просто на черного короля. И эта пешка черных не успевает. Вот не хватает одного темпа. Смотрим варианты. Взяли на e6, угрожает мат. Вроде бы надо отдавать коня за пешку. Все бы хорошо, если бы белый ферзь сразу взял коня. Но он делает это через ход. И следующим ходом белые съедают коня с шахом. Потом съедает еще и пешку на a2. Вот. Ну, Сергей поступил здесь грамотно. Он, во-первых, подумал, успокоился. 41-й ход. Не надо торопиться. Ферзь d7 сыграл и стал защищать короля. Вот предельно интересный здесь вопрос. Как действовал бы Ковякин, если бы Магмус Карлсон стал повторять позицию? Ферзь g6. Согласился бы Ковякин на ничью ходом ферзь g7 или попробовал бы поиграть на выигрыш путем короля h8? Ну, вот здесь смотрите, какой анализ получается. e5. Вот, видимо, надо ферзем все-таки как-то возвращаться в тыл и контролировать вот эту пешку на a3. Ферзь b1. И здесь у черных есть определенные проблемы. Например, если сделать естественный ход ферзь d8, как будто бы запуская ферзя на d2, тогда есть очень сильный маневр ферзь b4. Здесь вот белые атакуют вот эту пешку, а если она продвигается вперед, то она просто-напросто погибает. Видите, что черный ферзь никак не может эту пешку защитить. На a8 его караулит слон g2. Вот, поэтому здесь надо было сделать хитрющий ход ферзь e8 и пойти по вот такому маршруту. Ну, и здесь прямой вариант следующий. Берем db6, a2, ферзь a7, ферзь a4. В общем-то, пешка проходит ферзи, но дело кончается, вот видите, вечным шагом. Я думаю, это было тоже достаточно логическое продолжение. Но Магнус даже не думал о ничьей. Понимаете, вот один раз он просчитался, ну не знаю, на самом деле два. Он ферзя черных на g5 в дебюте, на выходе из дебюта выпускал. Потом уже ближе к цейтноту он, собственно, этим ходом c5 здесь без двух пешек оставался. И вот мало ему было этих переживаний. Ну, вспомни, дорогой Магнус, вспомни заветы классиков. Если ты просчитываешься, надо все-таки уже уплотняться и каким-то образом учитывать свое состояние. Состояние-то не идеальное, но он продолжил борьбу за победу ходом ферзь c6. Черные защитили пункт b6, f5, a3, fe. Но здесь идея в том, что если черные прямо сразу играют a2, то у белых возникает вот такая геометрическая возможность эту пешку загрызть. Да, даем шаг черному королю, пешку съедаем. Вот, но Сергей сыграл король g7, грамотно подводя короля. Я думаю, что здесь Магнусу все-таки надо было какой-то инстинкт самосохранения в себе отыскать. Отыскать где-то на глубине его бойцовской души. И надо было сыграть ферзь b5. Просто вернуться ферзем вот за этой пешкой. a2 опять-таки нет из-за шага, но на конь e6, ферзь b4. Я думаю, что вот именно этот тонкий маневр выпал из сознания чемпиона мира. Ну, пешку теперь не спасти. В случае ферзь a8 еще и ферзь e7 шаг заползает. Ну, и здесь, кстати, вот достаточно интересный вариант. Ну, насчет не спасти я, конечно, немножечко приврал. Видите, что ходом ферзь f8 можно на самом деле эту пешку поддержать, но теперь подвисает еще конь на e6. На a2 опять шаг на а7. И вот здесь надо было Корякину найти интересный маневр короля в центре. Король f6 восклицательный знак. И на ферзь f2 король e5. То есть этот король, в общем-то, идет вперед. Ну, и контрагра у черных за пешку, конечно, замечательная. И, в общем, белым надо было еще заботиться о поддержании равновесия. А последовал ход e7. То есть Магнус упростил ситуацию немножко другим макаром. И после ферз b6 Сергей здесь сделал очень грамотную штуку. Он переводит коня на e5. Вот это господствующее положение коня на e5, особенно при пешке на e4. Оно, конечно, замечательное. Я полагаю, что с практической точки зрения, пусть компьютер этого не одобряет, здесь надо было избавиться от этой пешки, чтобы слон, наконец, вздохнул полной грудью. А осуществляется это посредством сброса пешки. Вот просто e5. Конь e5. Теперь ставим ферзя на d4. Ставим слона на d5. Ну, и, в общем, как-то играем в шахматы. Здесь хода a2 нет из-за ферз a7. Здесь, на самом деле, действительно, добиться ничьей было бы несложно. Но Магнус буквально в 2-3 хода проиграл эту позицию. Он сыграл ферз a5. Ход уже не лучшего качества. Поэтому последовало лестное предложение разменять ферзей. Ну, после чего черная пешка проскочила его. Ферз a6. Это правильно. Ну, и вот здесь решающая ошибка была допущена Магнусом. Но, собственно, с практической точки зрения здесь тяжело было защищаться. Здесь надо было именно в этот момент, как оказалось, можно было обнажить пункт g4 посредством h4. Там идея в том, что где-то в нужный момент белый король встает на h3 сам без шаха. Ну, вот, к примеру, если играем h5, тогда даем шахи. Но черные играют на победу, конечно, приближаются к королям, к ферзевому флангу. Вот здесь король h3, восклицательный знак. Очень важно, что конь на g4 идет без шаха. И в случае король b6, здесь черный король действительно угрожает где-то побегом на b2. Ну, играем слон f1 и, что называется, придерживаем вот эту самую черную птицу-тройку, которая могла бы помочь проходной пешке. В общем, здесь белые держались. Но последовал такой азартный ход ферзь e6. Вы знаете, ферзь приблизился к черному королю, но никак ему не угрожает. И здесь Корякин, конечно, виртуозно действовал. Нашел блестящий ход h5. В ряде вариантов король здесь скрывается на h6, и конь на g6 его прикрывает. Вот здесь самым упорным методом за белых было бы возвращение ферзя на a6. Просто признать свою ошибку. Ну, и компьютер здесь демонстрирует волшебные варианты. Я не знаю, нашел бы их Корякин или нет. Я вообще ставлю на то, что не нашел бы. Здесь еще ошибок было бы много. А к выигрышу ведет фантастический ход h4. Дело в том, дорогие друзья, что вот где-то король на h2 здесь попадает под шахи. Вот привожу относительно несложный пример. Играем ферзь b4, хотим поставить ферзя на b2, но затем конь будет заслонять короля, и пешка пройдет ферзи. И вот, допустим, если мы шахи, 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 и вот здесь черные защищаются ферзем, и обратите внимание, фактически происходит двойной удар. Мы предлагаем белым размен, конечно, который очень плох. Ну, и, соответственно, сейчас конь отскакивает с шахом, и черные как минимум перехватывают инициативу на ферзь c8, например, конь d7 уже есть шах. Ну, и дальше у черных большой выбор продолжений, связанных с продвижением пешки. В общем, после ферзь h6, после ферзь h6 были у белых практически шансы нычью, но последовал самоубийственный ход h4, и вот в этом случае обнажение пункта g4 оказалось смертельным. Сергей здесь подумал, все посчитал, вспомнил себя маленького, когда он был сильным тактиком. Сейчас, кстати, тоже неплохой, и сделал вот этот блестящий ход a2, отвлекает белого ферзя, но и здесь уже Магнус Карлсон, конечно, закрыл голову руками, стал расстраиваться и сдался. Но давайте покажу, что было бы после взятия. Конь g4. Отступать на первый ряд, конечно же, безнадежно, из-за мата в два хода. После король h3 черный ферзь заползает на g1, хочет поставить мат, и самое печальное для белых то, что шахи кончаются. А поле b6, видите, под контролем черного ферзя. Ну, после слона f3, конь f2, черный остается с лишним ферзем. Вот так выиграл Корякин и повел в счете в этом матче. Но сильно радоваться по этому поводу не стоит. Выграно только одна битва, а война еще не выиграна. Вся война еще впереди. Магнус, великий чемпион, он не раз доказывал, что умеет после поражения играть сильнее, еще сильнее, чем играл до них. То есть у него есть такой бойцовский характер. Так что давайте приготовимся к следующим битвам. Это будет интересно. Спасибо за внимание. И до новой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok